Хорошая напряжённая игра, равная игра. Получилось отхвастаться, так скажем, отбороться, отвоевать, победить. Ребят, спасибо за характер. Самодача нужна игра, нам очень важная в плане становления и коллектива, и психологического планета. Не получилось ещё много проблем в обороне пока. Сергей Александрович, ваш комментарий. Сегодня настоящая спортивная битва получилась, я бы так назвал. Был очень хороший, очень зрелищный хоккей, мастеровитый хоккей. Было много моментов, в том числе и в нашей команде, два раза пустые ворота, мы не забили. Ну а в третьем периле понятно, что игра будет до гола, и, к сожалению, тот гол пропустили. Но наша команда сражалась, выгрызала. За каждый сантиметр у меня к ребятам вопросов нет. Хочу поблагодарить за самоотдачу, за ту работу, которую они сегодня проделали. И спасибо нашим болельщикам за поддержку. Калибрый вопрос. Дмитрий Александрович, такой вопрос вы сказали сейчас, что есть проблемы некоторые с линией защиты, обороны, организации. Но здесь хотелось бы, чтобы уточнили, в чем эти проблемы. В том, что частые удаления случаются, или на пятачке проигрывали довольно часто, особенно в первых двух периодах. Потом это просто не реализовали ребята с Нижнего Урала в некоторых моментах. Или же какие-то в организации атаки проблемы защитников. Я что-то не смотрю. Немножко заигрываемся еще в организации позиционной, оборонной. Заигрываемся, игру смотрим, где-то теряем соперника. Там здорово Георгий подтащил. Очень здорово там сыграл. С нашей стороны также было массу моментов. Серега Тополь также пустыни забил. Тоже здорово вратарь сыграл. Скажем, хорошая получилась вратарь. Тоже здорово с обеих сторон играли. Согласен, Евгений Александрович. Команда сегодня показала отличный хоккей. Несмотря на результат, вы рискнули. Как вы считаете, это оправданный риск? Снять вратаря при счете 1-2 в большинстве и так далее? Ну, если рискнул, значит, посчитал, что оправданный. Оставалось 4 минуты играть. Поэтому времени оставалось очень мало. Заменили вратаря. И надо сказать, что в этом розыгрыше у нас пару моментов-то хороших было. Ванька Гавриленко два раза на бросок выводили. К сожалению, не попал в струк. Поэтому все нужно заменить. Ну и еще два таких коротких вопроса. Значит, первое состояние здоровья все-таки Александра Сметанина, который вот так вот, ну, неудачно получил удар. Удар-аборт. И второй момент, что он дебютировал в воспитании коротского хоккея. Давно он был на подходе. Евгений Вадуньян. Его действия, как вы оценили? Ну, по Сашке пока ничего конкретного не могу сказать. Ясно, что травма, что травма серьезная. Сейчас повезли на снимок позвоночного отдела. Поэтому будем надеяться, что отделается легким, так сказать, ушибом. А по Женьке, на самом деле, он подходил к основному составу. Сегодня мы посчитали, что он созрел. И, в общем-то, он картины не испортил. Все, что мог, все, что от него требуется, он сегодня выполнял. Спасибо.